На сцене заслуженная артистка России Светлана Бережнаев. Добрый вечер, дорогие друзья! Ну что ж, второй день фестиваля. Сегодня мы с вами вновь слушаем орган, который мы исполнилось только что. Он у нас как новорожденный празднует целых три дня. 30 лет органным сезоном, 30 лет этому органу Зауэр. И сегодня он будет петь совершенно другими голосами и будет петь, как говорится, иные песни. Музыка. Музыка – это самый субъективный вид искусства. Невозможно музыку потрогать или унести с собой. Никто не знает, почему музыка так трогает наше сердце. Именно музыка поселяет в наше сердце романтическое ощущение мира. Именно музыка первый раз пробуждает в нас вот это удивительное чувство полета. Потому что музыку мы начинаем слушать с самого детства. Эпоха романтизма начинается в музыке в середине от 20-го до 50-го года 19-го столетия. Никто не может назвать точную дату. Но можно сказать, что романтизм, как прекрасный факел, прошерствовал из рук Людвига Ивана Бетховена в руки Франца Шуберта. Сегодня мы представим широкий спектр романтической музыки. И, впрочем, она будет не только времен эпохи романтизма, которая зафиксирована в 19 веке. Но об этом позже. Мы открываем сегодняшнюю нашу программу музыкой Августа Готфрида Риттера. В 1855 году он пишет посвящение Ференсу Листу, пишет свою третью сонату «Ля мажор». И она, собственно говоря, и написана в листовском стиле. Возникают образы, возникают такие... Она пробуждает фантазии, сходные с музыкой Ференсы Листа. Пожалуй, эта соната – это целое драматургическое театральное действо. Итак, Август Готфрида Риттер. Одночастная соната номер три посвящения Ференсу Листу. Я приглашаю на сцену доцента Московской консерватории, автора многих транскрипций, интереснейшего музыканта, композитора и органиста Алексея Шмидтова. Аплодисменты. 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 КОНЕЦ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 10 декабря 1822 года в городе льеж бельгии город лишь еще называют город лег так говорят фламандцы родился удивительный композитор о нем говорил фернс лист нет имени чище чем франк именно его имя я бы поставил рядом с бахом при жизни сезар франк не был известен как композитор но его слушали как органиста и всю жизнь он родившись в бельгии всю жизнь прожил во франции но для французских композиторов он так и остался бельгийцем ну нужно понимать что некоторые антагонизм между францией и бельгии он все-таки существует и по сей день следующую часть нашей программы продолжает две композиции и первая из них будет антонтина соль минор сезара франка для вас играет тимур карданов на альчик кисловодск альчик кисловодск он жил и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok В 1895 году льежский композитор Леон Бойльман Леон Бойльман получает заказ для праздничного события, для реновации собора Парижской Богоматерины, знаменитого Нотр-Дам, для его органа «Каваеколь». Леон Бойльман пишет свою знаменитую готическую сюиту. Готика, стремящаяся ввысь. Удивительная музыка. Независимо от посвящения, она стала символом романтизма в органной музыке. Готическая сюита в четырех частях. Интродукция Харал, готический Минуэт, молитва Деви Марии Нотр-Дам и фантастическая таккада. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Я хотела бы продолжить рассказ о Сезаре Франке. Он отличался удивительным кротким нравом и был очень религиозен. Над ним частенько подшучивали, особенно французский композитор Шарль Камиль Синсанс. На эти шутки Франк никогда не отвечал должным образом. Вместо этого в ответ он написал свою самую знаменитую романтическую поэму «Прелюдию фугу и вариацию си минор». На титульном листе он написал «Монсеньору Шарлю Камилю Синсансу». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вы знаете, мне совсем не хочется уезжать из Франции вот в данный момент. Мы с вами сейчас немножко попутешествуем. Но это одна из самых романтических стран и особенно Париж и я предлагаю сейчас прогуляться по набережные и посмотреть, что же там творят художники. А художники, свободные художники на мостиках, а через сену пролегают набережных пишут пишут пейзажи пишут в абсолютно абстрактную живопись частенько пишут портреты и вот три таких романтических музыкальных портрета написанных французским композитором габриэлем пирне я предлагаю вашему вниманию первый портрет прелюдия он посвятил самуэлю руссо второй портрет теодору дюбуа и третий портрет александру гельману и это скерцанда три музыкальных французских портрета а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Это так близко и по климату, и по географии, так близко к Санкт-Петербургу. И этот композитор, когда появилась его музыка, пожалуй, даже затмил славу Иоанна Сипериуса. Мы услышим по сакалию Оскара Мериканте. Марина Вязя, Санкт-Петербург. Аплодисменты. 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 например 1920 году во всем мире испанка накрыла страхом планету что нужно играть когда бывают там эпидемии всякие всякие страшные вещи над которым человечество не властно стихии как быть и я нашла ответ только один ангелы трубят и музыканты призваны вот эту атмосферу будто очищать музыкой и особенно когда эта музыка сакрально фернс лист удивительный композитор который пришел куди к потрясающему просветлению и вот пожалуй один из таких моментов была написана поэма прометей фернс лист в транскрипции для органа жанна виктора гию прометей и и и Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Ну что ж, дорогие друзья, я приглашаю всех участников концерта на сцену. Где-то там Алексей Шмидтов, Тимур Карданов. Сегодня мы были особенно романтичны и настроены на такую прекрасную лирику. Но мы умеем улыбаться, не правда ли мы завтра это все покажем? Ну, скажем, трудно сказать, я вам даже не могу точно передать, что завтра будет. Я точно знаю, что музыка будет от шутки Иоганна Себастьяна Баха и заканчивает танец с саблями. Но вы услышите массу забавных анекдотов, вы услышите, как этот орган умеет улыбаться, смеяться, хохотать, истерично и безумно кричать от восторга и передавать вам свою энергию. Мы ждем вас завтра. Спасибо. 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 Спасибо.